Это можно говорить? Вот так, легко и позитивно, Максим Добрый общается с челябинской публикой. На мастер-класс топового свадебного фотографа собрались коллеги самого разного уровня профессионализма и практических навыков. Все потому, что новые знания никогда не бывают лишними. Случайно попала в Инстаграме, и вот своим вот этим настроением, харизмой, смехом, вот чем он меня привлек, это его смех. Вот я на него подписалась, слежу за ним. В августе уже прошла у него курс, то есть универ 4-й по свету. И вот ждала, когда он сюда приедет. По вспышкам он мастер, гуру. Вот, и мне очень захотелось, потому что со вспышками у меня немножко туговато. Вот, и я решила, что обязательно пойду. Это было мечтой на самом деле. Одно дело онлайн-урок послушать, другое дело все-таки прийти к мастеру и научиться, научиться работать со вспышками, научиться управлять светом и делать из банкета вкусную конфетку. Талант и художественный взгляд – это лишь полдела. Чтобы добиться профессиональных снимков, приходится учиться правильно настраивать технику. На двухдневном интенсиве Максима Доброго тема света и работа со вспышкой стала основной. Самое главное, это почему я сюда шла, это вот по вспышкам, потому что все, что я до этого снимала, банкеты, у меня не получалось так. И вот я поняла с этого мастер-класса, что я делала противоположно все наоборот. Ну, по настройкам на фотоаппарате, то есть, ну, какой-то плоский у меня был более цвет, а сейчас я надеюсь, что будет супер все. Давай, давай, о-о-о, еще, накажи их всех, еще, добейся результата. Ну, надо, чтобы в людей было, то есть, не глядя, бах, смотришь, хоп, все полетело, кайф. Самые классные – это живые фотографии, вот я почему люблю-то непостановочные, живые, вот. Я бы, наверное, еще за этим к нему пришла. У него все пары очень крутые, очень живые, и мастер-классные. Максим нам и рассказывает, а как, как сделать первый шаг, как сблизиться к ребятам, чтобы фотография потом получилась естественной, ненаигранной, чтобы на фотографии были эмоции, живые лица, улыбки, светящиеся глаза. Вот он еще вот этим берет, то есть, он показывает не только работу фотографа, но и работу психолога. Мастер-класс без отработки – не более чем приятная встреча. И чтобы в памяти остались не только эмоции, но и навыки, участникам мастер-класса предложили повторить известные работы фотографа. А Максим, в свою очередь, раскрыл собственные профессиональные лайфхаки. Два варианта. То есть, вы можете этот кадр делать, если у вас нет синхронизатора, ставите две секунды, и за две секунды человек должен сам ближе, и вы в этот момент дергаете. Если у вас синхронизатор, сразу дергаете, ничего не надо. Я всегда оставался дольше и снимал больше, чем от меня хотели. Я просто хотел сделать еще кучу. Там бывают такие моменты, что надо прямо еще добить, а там самое интересное в конце. Люди под конец больше всего в росте прощаются. На мой взгляд, продавать надо уметь, то есть, это хорошо. Третий – надо уметь разговаривать с людьми. То есть, это вообще залог успеха, подходить и не бояться. Также четвертый – надо уметь писать людям. Это то же самое, что и подходить, но вы пишите каждый раз и знакомитесь, предлагаете бесплатную съемку. И на этом вы, в принципе, строите партнер. Я Рагио. Оказывается, любой предмет в объективе профессионального фотографа может выглядеть вкусно. Стоило Максиму поколдовать со светом, как обручальные кольца, дым, вода, зеркальная поверхность и фонари – все эти, казалось бы, далекие друг от друга вещи превращались в единую композицию. Любую фотографию можно взять и сказать, «Ой, я хочу так же». И прежде чем снять так же, надо понимать, вот он правильно говорит, надо понимать, как это снять. Надо просто обучаться. Обучаться и желание должно быть по-настоящему. Я, когда показываю свои первые свадьбы, первый год, когда я снимал, это страх. То есть, все просто ржут и падают. И никто не верит, что это мои фотки, это мои фотки. То есть, это не врожденное. То есть, я этому просто научился. Желание, а самая главная постоянная практика – это то, что непременно поможет освоить любую профессию. И такие люди, как фотограф Максим Добрый – этому прямое доказательство.